Синяя точка, которая бегает, показывает самую холодную температуру. Здесь вот, где труба, явные утечки идут. Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует компания Руфер. Меня зовут Рыбаков Павел. Тема нашего видеоролика сегодняшнего будет посвящена теплоизоляционной съемке. Снимать мы будем вот таким вот замечательным тепловизором. Называется он Теста, Теста 882. Это профессиональный тепловизор. Снимать мы будем вот этот дом. Этот дом состоит у нас из СИП-панелей. Толщина СИП-панели данного дома 180 мм. Говорят, что кирпичная стена 2,5 м и одна панель толщиной 180 мм по своим теплофизическим характеристикам одинаковые, как утверждает производитель. Но если говорить честно, то сомнений в СИП-панельном доме нет. Все знают, что он хорошо держит тепло. Единственное, есть сомнения в рабочих, которые собирали этот дом. Поэтому мы решили проверить его на стыке, проходит ли там тепло, где окна посмотреть, где стыки сделаны в крыше. Посмотреть стыки, как сделаны из самих стен с плитой перекрытия. Потому что материал-то можно любой взять, а руки, которые этот материал монтируют, не всегда оттуда растут. Субтитры делал DimaTorzok Температура стен 28 градусов. Точки, которые здесь бегают, красные, она показывает самую горячую температуру. Точка, которая бегает, показывает самую холодную. Синяя точка, которая бегает, показывает самую холодную температуру. Вот, самая горячая у нас 21,6-21,7. В принципе, температура у плиты где-то 21,2-21, градус 21,3. А самая холодная показывает нам точку 16,9. Видно, да, в камеру? Само окно, если на стекло направить, у нас температура 18,2. То есть, на стене еще раз 21,2, и окно у нас получается 18,2. А вот стыки, значит, у нас температура 6,2 градуса. Так, ну, дверь тоже у нас где примыкание, температура, самая холодная точка 4,5-4,6. То есть, наверху, наверху чуть теплее, но тоже. Так, отверстие есть, где у нас температура 0, 0,5-0,7. Отлично, так. Ну, здесь вот, где труба, явные утечки идут. 8 градусов. Так, здесь. Здесь. 2 градуса. 16. Вот у крыши уже, да, там уже реально серьезные потери, потому что, вот, 0,8, 1,3. Так, сейчас мы почуще сделаем. 0,9. Так, сохраняем. Так, в принципе, если сделать вывод, то сами термопанели держат тепло хорошо. Единственная проблема, это углы. Есть места, где стыки плохо сделаны. Вот, в основном, это, конечно, углы. В вентиляционной проходке. Вот, окна. Именно не сами окна, а примыкание к окнам. Разница примерно, где-то градусов 10. То есть, если на первом этаже у нас температура 21 градус, а примыкание все к окнам дают нам 7-8 градусов. То есть, тут получается даже больше, чем... Даже больше, чем 10 градусов. На втором этаже, так, еще раз давайте посмотрим. Ну, вот, это окно 7,7 градусов. А сама стена здесь, еще раз. Ну, вот, 18 градусов. Дальше мы переносимся в специальную программу, которая называется Airsoft. Ее разработала компания TEST для того, чтобы в домашних условиях можно было сделать отчет и показать клиенту, есть ли у него какие-то косяки в доме или, наоборот, что все у него в доме нормально, никаких косяков нет. Сюда я уже загрузил все фотографии, которые я делал на объекте. Сейчас мы по очереди каждую фотографию будем обрабатывать. Итак, первая фотка, которую я сделала, это у нас окно. В правом нижнем углу это реальное фото этого окна. В верхнем левом это фотка, такая же, как на тепловизоре. Здесь есть две функции, которые мы будем использовать. Это функция холодная точка и функция температура. То есть нажимаем температуру. Если мы направляем наш курсор, то он нам показывает реальную температуру вот в этом месте. Мы вот здесь 21,3, здесь 21,4, здесь 21,6. Выберем произвольно. Допустим, вот эта вот точка у нас M1. Она у нас отображает сразу внизу и показывает, что точка M1 24, 21,4 градуса. Дальше вот эти все точки, которые мы будем оставлять, они будут переноситься в наш отчет. Там будет фотография вот эта, вот эта фотография. Снизу в виде таблицы будет показана каждая точка, чтобы клиент уже мог понимать, какая реальная температура у него вот в этой точке. Потом мы берем нашу вторую функцию, выбираем прямоугольник, выставляем этот прямоугольник, ну, допустим, вот в этой области. И в этом прямоугольнике сразу появляется точка, которая называется CS1. Эта функция, которая называется холодная точка, она показывает самую холодную точку вот в этом прямоугольнике. То есть, если мы этот прямоугольник будем перемещать, и точка также будет перемещаться и показывает самую холодную температуру вот в этом прямоугольнике уже в другом месте. То есть, мы выставляем ее обратно. Точка CS1 дает нам 6,8 градусов температуру. Ну, скажу вам, что это точно косяк. По ГОСТу это не пройдет. Там должна быть, по-моему, минимальная температура 9 или 10 градусов. То есть, это вот нужно будет переделывать. Давайте еще пару таких мест выберем. CS2, 77 градусов. И вот тут тоже вот такое место, где стекло примыкает к раме. Давайте тоже посмотрим. Это уже, ну, к ребятам никаких вопросов нет. Это уже вопрос к производителям стекла. Оно у нас показывает 11,8 градусов. 11,8 градусов температуру. Переходим. В принципе, все вот эти точки, которые мы выставили, их на этой фотке достаточно. Переходим на следующую фотографию. Выбираем температуру 21,4. Температуру стекла 18,1. Функция самая холодная точка. CS1, значит, у нас 14,7. Следующая у нас вот эта область. 15,4. Вот если посмотреть, точка CS1, она холоднее, чем ребята сделали на объекте примыкание рамы со стеной. Тут у нас температура 15,7, а здесь 14,7. То есть разница в 1 градус. Дальше идем. Дверь. Дверь у нас самая холодная здесь. Самая холодная точка вот здесь. температура стены, температура двери. Вот тут участок, это зона замка. Тут участок, зона замка. Тут перемычки. Так, дальше идем. Вот тут с дверью точно я могу сказать, что это сразу косяк, потому что в этом доме не будет тамбура, и вот эта вот дверь будет промерзать. Я думаю, что заказчик, скорее всего, не устроит, потому что, потому что, наверное, никому не нужна дверь, которая промерзает. Поэтому, скорее всего, он будет обращаться в фирму после того, как я ему отправлю отчет. Этот отчет он отправит производителю и скажет, покажет вот эти вот косяки, и, скорее всего, дверь будет менять. Так, следую. Так, ну вот тут вот, на этой трубе температура 0,8 градусов. Здесь у нас так, точка М1,18,8. Это стена. Здесь у нас ну вот явно дефект стопроцентный, 0,8 градусов. Практически такая же температура, как на улице. На улице было минус 2 градуса. Дальше. Это тоже крыша. Так, 2,2 градуса. Так, здесь 4,7. Так. Итак, если сделать вывод по всей проделанной работе, можно сказать следующее, что косяки у нас точно есть снизу в окнах, потому что там температура показывает 5, 6, 7 градусов, практически во всех окнах. Вот, это нужно будет исправлять. Проблема точно с дверью. То есть, эта дверь вообще, она не подходит для данного дома. Так как там не будет тамбура, эта дверь постоянно будет промерзать. Поэтому двери нужно будет точно менять. Проблема у нас с вентиляцией. Та часть трубы, которая примыкает, с литой. Видно, что там есть проблемы. Там тоже нужно будет как-то переделать, допенивать, перепенивать. Короче, нужно будет исправлять. Есть проблема в некоторых углах. И также есть проблема в кровле. Вот, этот отчет я сейчас обработаю и выложу в виде ссылки под видео. Вы его сможете посмотреть. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания.